здрасте дорогие друзья самое главное самое тяжелое это выбор мяса но вот многие люди ведь не специалисты не мясники не повара и я вижу кучу комментариев которых написано расскажи нам как выбрать мясо какие-то свои ощущения потому как и на что нужно обращать внимание я сегодня покажу свинину баранину и говядину но начну с говядины потому что я стою уже здесь рядышком первое что нужно знать желательно чтобы мясо было не заморожено но это в идеале на рынках вообще всегда должно быть так по идее но не всегда это выполняется по определенным причинам на рубленом мясе те края которые схватились они начинают при нахождении при комнате температуре сочить воду то есть он начинает сочиться и видно сразу такой нездоровый блеск то есть вода отходит даже появляются лужицы это значит мясо либо была полностью заморожена либо подмороженная подмороженная еще более-менее а замороженная отличается чем его либо пилят либо рубят и вы видите очень гладкий сруб когда мясо свежее оно не бывает идеального сруба есть костяная крошка есть неровности при разрезании самого куска но опять же всегда нужно дружить с мясником он должен быть вашим другом товарищем нужно задавать ему вопросы и хотя бы чуть-чуть разбираться тогда у вас есть маленький бонус мясник вам доверяет он знает что вы все равно придете к нему и станете его постоянным клиентом будете приносить ему бабки тогда нет смысла вас там обманывать или лукавить он вам даст лучший кусок мяса вы можете ему сказать для супа для жаркого для фарша для плова и для чего угодно скажет вот это подходит для этого для этого да давайте поглядим вот сюда вот смотрите здесь ни одного куска замороженного нет все блестит все блеск натуральный блеск настоящий никакая вода не сочится все пленки блестят потому что мясо не заветренная может быть слегка заветренная это норма но у вас есть еще один проверочный элемент это нос вы выбираете кусок у вас нет никакой другой альтернативы он слегка заветренный значит нужно попросить его понюхать понюхать потрогать рукой если запах нормальный значит мясо качественное можно брать его рыночное мясо если мы не говорим про мраморку если мы не говорим про премиальные куски стеки и так далее на рынке все очень просто существует три вида мяса запекание варка и фарш для бульона лучше всего брать грудинку желательно иметь тут часть ребра часть хряща она же вырубается отсюда начиная с ребром это даст вам очень наваристый бульон и мясо на ребре и на грудине имеет определенную структуру она потом жевабельно и не так много не так приходится доставать из зубов она прям реально вкусная здесь всегда есть какой-то жирок который даст бульону навар вкус это вот моя любимая часть я всегда выбираю для бульонов грудинку вот кстати это та знаменитая вырезка из лопатки и если вы не разбираетесь мясе вовсе то есть вариант купить вот такой кусок это неплохой кусок это хороший кусок но он конечно же по своей текстуре отличается от той вырезки которая находится в нет внутри вдоль позвоночника у коровы то во первых подороже это будет немножко дешевле и некоторые люди с удовольствием ведутся типа да такая недорогая вырезка да да а я возьму да дорогая да это я понимаю да просто бы показал нам вырезки нету показал где находится да понятно если вы хотите мясо запечь или поджарить вот у меня один из последних роликов был я там запекал целый кусок на кости нужно попросить дать поясничную часть у них лучше видно ребро здесь большой кусок чистого мяса или вот такие куски хороши для запекания они будут не такие мягкие как наши крупные производители мраморной говядины но зато вы получите вкусный такой яркий свежий аромат говядины соответственно это для запекания для жарки как стейк можно использовать все остальное мясо если это не поясничная спинная часть если это не груди на все остальное на фарш на тушение на томление на переработку на котлеты будем честными мясо довольно жестко у говядины по отношению к свинине свинина мягкая в любой часть что хочешь с ней делай она всегда мягкая одинакового качества с говядиной нужно поработать с говядиной нужно дружить и говядину нужно понимать но вот основные характеристики как бы я вам рассказал подведу итог до под говядиной нужно дружить с мясником и чуть-чуть разбираться обращать внимание каждый раз при покупке на мясо и все вы станете профессионалом будете великолепно разбираться с мясом и напишите какой добрый комент типа истерии спасибо мы для себя нашли что-то новенькое давайте перейдем бараний баран должен иметь светлое мясо светлое не черно-красное такое кровяное красное это у нас показатель взрослости возраста барана и показатель так сказать неэффективного спуска крови когда хорошо все спущено мясо белое спрашивайте всегда сколько времени какой возраст молодой он до года там два года обязательно смотрите на ребра чем уже ребро тем более молодой баран обязательно спрашивайте мальчик это или девочка очень важно у девочки более нежное мясо когда ярочку берешь потом варишь ее и дом наполняется ароматом молока с легким таким вот каким-то флером барана и ты даже люди которые не едят баранину они приходят таких тебе вдыхают ароматы горят где такой баранину сделал почему баранина так вкусно пахнет а вот это белое мясо маленькое ребро и дружба с мясником который скажет тебе это мальчик он будет помощнее аромат эта девочка понежнее будет аромат обращайте внимание белый жир должен быть жир сами регулируете смотрите светлое мясо желательно чтобы он не заветрено если заветрено уточняйте обязательно спрашивайте чтобы вырезал мясник все лимфоузлы смотрите за чистотой мяса замороженное мясо сразу выгоняет немножко воды и блеск получается такой как будто водяной когда мясо не замороженное блеск такой как бы радующий глаз он он как будто она как будто светится изнутри если что-то вас в сомнение какой приводит надо взять и понюхать баран не должен по идее не должен пахнуть ничем это должен быть свеж запах свежего влажного мяса все телятина телятина вообще есть не на всех рынках далеко не во всех регионах россии и первое что нужно знать про телятина надо делить очень четко видите это кардинальное отличие по цвету телятины от молодого бычка телятина должна быть белая вот этого теленка когда вы будете резать обжаривать надевать на шампур или запекать вот здесь вы получите другой вкус другую текстуру другую ароматику все другое это вообще другое мясо отдельно от говядины отдельно от баранины отдельно от свинины индивидуальное мясо которое несет в себе определенные вещи молодая особь содержит в себе такое количество микроэлементов аминокислот как не содержит в себе взрослый особь это нужно тоже знать какой бы вы часть теленка не взяли смотрите в зависимости от ваших потребностей берите там где меньше жилок да берите кореечку там или например спинную часть чтобы пожарить все остальное можно варить запекать и на шашлык где жил жилок много можно кстати на шашлык не так удобно надевать на шампур но в итоге жилки все расплавятся получите очень крутое качество очень крутой вкус со свининой все гораздо проще здесь не такое количество частей как в говядине или баранине а что сколько стоит у тебя расскажи лопатка 250 350 ребра 380 просто нет без кости а 280 и вот это 280 а 250 то есть получается карбонат и лопатка по одной цене ну плюс-минус 20 рублей а карбонат на костей корейка 250 а почему ребра 380 350 почему поэтому выше цена ну логично вот самая продаваемая часть самая популярная самая дорогая это ребра а шейка почем 380 ребра 350 а шейка чуть дороже но шейка это шашлык конечно там и жирок внутри и и соединительная ткань и на шашлычок мы конечно же кроме шейки в крайнем случае берем лопатку если вдруг совсем нет шейки свинину обычно отделят ребра для запекания пашина или порт был до вот животик из него делают рулеты портет из него итальянцы любят делать русские любят его мои и мариновать вот так скажем по шину заворачивать и долго-долго-долго запекать значит есть карбонат это та часть которая идет вдоль спины шея это самое лучшее для шашлыка рулька это самая лучшая закуска которая варится в пиве или как на моем канале в квасе есть лопатка снятая с кости которая тоже кстати очень хорошо идет и на запекание и на и на шашлык есть задний окорок он хорош на буженину потому что там мало мышц мало соединительной ткани много мяса на буженину великолепно здесь есть корейка на кости это карбонат с костями получается с реберной частью карбонат без реберной части просто карбонат а корейку на кости очень удобно на гриль очень удобно запекать целиком очень удобно мариновать можно разделить и пожарить на сковородке но и все предыдущие элементы по говядине и баранине также перекладываются на свинину она должна быть хорошего светлого цвета она должна иметь светлый жир она не должна иметь никаких кровоподтеков как будто ее били там и финале она должна иметь ровную хорошую текстуру желательно не заветренную и как правило свинина практически все части по одной цене со свининой более-менее все понятно мясника просите разделывать стараться так как вам хочется чтобы опять же было меньше крошки костяной смотрите чтобы топор был острый чтобы вот это все не кроме крош его такое было месиво тупым топором бывает рубят не точат его и там ребра все туда же вон у рульки срезано все грамотно и красиво старайтесь искать мясо чтобы оно было не замороженное а охлажденное потому что охлажденное вы можете принести домой заморозить и одна заморозка сильно на него не повлияет она все равно останется вкусным